Уже не первый год власти пытаются благоустроить Иваново и сделать его комфортным для жизни. Однако, даже в самом центре города остаются белые пятна. Например, между домами номер 12 и 14 на проспекте Ленина царит антисанитария, грязь и, что самое страшное, незваные гости, словно из средневековья. В небольшом дворике стоят несколько мусорных контейнеров, но их явно не хватает. Вокруг разбросаны десятки картонных коробок и целлофановых пакетов с отходами. В этом районе есть несколько кафе и сетевой продуктовый магазин, которые ежедневно утилизируют просроченные продукты. Идеальные условия для появления серых крыс. Подавляющая часть крыс в мире живет рядом с человеком, используя для этого человеческие жилища, всевозможные постройки, подвалы и так далее. Но если учитывать, что крысы это, в общем-то, норное животное, а большинство норников старается не только норы рыть, а использовать какие-то естественные до них существующие убежища, крысы очень хорошо освоились в строениях человека, используя какие-то подвалы, полости, ниши, ходы, которые для строения человека являются вентиляционными или, наоборот, обогревающими и так далее. Грызуны питаются отходами, а вылезают, по словам сотрудников местных заведений, вот из этой щелки. Такую картину наблюдаю здесь уже не первый год. По закону, если крысы появились возле жилого дома, ими должна заняться управляющая компания. Если на общественной территории – город. Судя по кадастровой карте, крысы живут на частной собственности, которую арендуют продовольственный магазин, кафе и несколько других организаций. В этом случае избавление от грызунов – дело владельца или арендатора здания. Крысы везде по городу бегают. Где крысы бегают везде? Так, где я их видела. И по советской видела, и туда, как спускаешься, когда в театру, вот, мимо театра спускаешься, они там часто бегают. Даже не удивлюсь. То есть, если уж под мостом у нас вон крысы ползают, и люди ходят, и дети, и, как бы, ну, что вот здесь вот, это вообще неудивительно. Не секрет, что крысы являются распространителями целого ряда заболеваний, опасных для человека. Обостряет ситуацию и скорость размножения. Одна самка в год может родить до 60 крысят. При появлении грызунов, и когда они начинают появляться, у нас периодически приходит от Роспотребнадзора уведомление о необходимости диротизации. Они отслеживают эту ситуацию, и, соответственно, мы даем поручение управляющим организациям о проведении диротизации. Если на управляшку мэрия и горжелинспекции имеют рычаги давления, то обязать частника решить проблему с крысами куда сложнее. И, видимо, пока продуктовые магазины и кафе сами не захотят избавиться от соседей, ситуация с крысами в Иванове продолжит ухудшаться.